Всем доброе утро, ребят! В общем, я сейчас покажу, какая у меня прическа. Я встала с утра. Я вчера, в общем, волосы не выпрямляла, не сушила. Смотрите, что у меня творится. Челка дыбом. Вот что творится с моей головой, когда я встаю, ложусь мокрой головой спать. Это вообще ужас, ужас. Сейчас, в общем, я решила приготовить, знаете что? Вареники и пельмешки. Пам-пам! Пошла я тесто смесить. Так что и волосики свои уложить нужно. Здесь я вот тесто поставила, оно у меня стоит. Еще чуть-чуть постоит. Но я попозже буду лепить. Пельмешки чуть-чуть сделаю и вареников. Так что пускай стоит на столе. А на обед я приготовила супчик со звездочками. У него еще доготавливается. Звездочки, мясо. У меня захотели жиденького. Так что я приготовила супчик такой. Пойду я сейчас пообедаю, ребят. Такое мясо сейчас еще горчички достану. Так что, ребят, всем приятного аппетита. Палочек вверх. Так, ребят, все, я приготовила. Сейчас буду лепить. Чуть-чуть у меня картошечка. И мясо. Сейчас сделаю вареников и пельмени. Буду делать большие. То, что у них еще и маленькие. Я сделаю сейчас огромный. По-быстрому. Так, вот такие я накатаю лепошечки. Уже начала лепить. Но я крупненькие делаю. Сначала сейчас пельмешки быстро налеплю. А вареники будут еще больше. Видите, в какой я еду. В общем, что-то у меня это... Головешка болит, ребят, представьте. Температура сейчас на мере у меня 37. Голова болит. Сегодня что-то у меня... Голоса не было. Прям... Пачку дали. С утра голову крепела. Не дай бог, что ли, простыла, что ли. Ну, вроде бы нигде не ходила. Где-то я закрываюсь. Да, хорошо. В общем, не знаю все-таки. Не хотела сперва я ездить. Я тестовала. Степа! Мне кажется, сейчас ты выезжаешь за компьютером. Я тебе сейчас поговорю там, наверное, так. Селон за компьютером, начинает там что-то говорить по-всякому. Я лежала. Чувствовала себя плохо. Думаю, наверное, уже не буду лепить. Ну, надо, надо. То, что тесто, я думаю, хоть чуть-чуть полеплю. Чтоб завтра уже было что кушать. Ну, хотя у меня супчик там еще есть чуть-чуть. Мне надо что-то, что второе было. Они супчик хорошо покушали. И так, что пошла ее лепить. Ну, такие крупные я делаю. Не хочу я маленький. Вот такой пельмень большой. Зато он будет сочный. Я фарша делала. Добавила чуть-чуть молочка, чтобы оно сочнее было. Ну, у меня фарш с свининой и курицей перемешаны. Но вареники буду чуть-чуть побольше делать. Не знаю, все равно скажу, что я не хочу большой. Я скажу, что я не хочу лепить. Не хочет мне никто помогать. Я одна. Ну, дочь еще не приехала, она гуляет. Так, если дочь у дома была, она облепила со мной. Ну, как у меня мужики не умеют лепить. Я говорю, ну, придите хоть ко мне со мной, посидите на кухне. Нет. Один за компьютером, другой телевизис. Вот. Я, в общем, одна на кухне леплю. Сейчас вот эту пластину я, наверное, долеплю. Вот сколько накатала. И потом вареник будет. Водичку уже поставила, сразу отварю. На следующей неделе надо будет мне уже это на Новый год лепить кремешки. Но на Новый год я леплю поменьше их. Маленьким размером. Кстати, сегодня у Лидии курица была по акции. Здесь сестренка ходила, купила. Говорит, сто рублей, что ли, килограмм. Ну, я не поехала. То, что чувствую себя плохо. Неохота мне в ленту ехать. Мне-то надо было две курики, чтобы помешать. У меня свинина-то есть фарш. Я хотела помешать с курочкой, чтобы на Новый год пельмешек налепить. Пойду здесь в магните, куплю курицу. Две штуки перемешаю, как раз нормально было у меня на пельмешке. У меня тесто сегодня туговатое получилось. Обычно всегда такое нормальное. Давно не лепила, вот что значит забыла, как тесто нестить. Знаешь, что? Она не всегда бывает, айс. Нет, они будут, кстати, очень вкусные. Тесто туговатое. Сейчас пельмешки будут вообще огонь. Они еще и сочные. Фарш такой сочный-сочный. Прям вообще сочи не кипятят. Степ, мне кажется, сейчас кто-то выключит компьютер. Я уже чувствую, что ты сейчас выключать его будешь. Картошечка осталась в дне рождения, так и не доели. Но я попробовала, она еще хорошая в холодильнике стояла. Думаю, сделаю я вареников. Так что. Чуть того, чуть-чуть того. Налеплено. Глава так вот в виски дает. Челка у меня так дыбом и стоит, я ничего не делаю. Я пошла повязку одела. Панчи одела, Наташки. Повязку одела, он не пойдет. Не хочу, мне надо челку выпрямить. Ой, не хочу, так голова вообще. Состояние такое нехорошее. И на улице даже сегодня не бывает, даже не знаю, как-то на улице сегодня. Какая погода на улице, без понятия. Вот выходные пролетают, вообще незаметно. Ну, в принципе, и неделя рабочая пролетает, тоже незаметно. А на день за днем, раз-раз, в понедельник начался, а тут туда-сюда уже и пятница. Это вообще ужас. Быстро-быстро все летит. Тут уже осталось совсем чуть-чуть и Новый год. Тоже елку поставила, кстати. Кто-то ставит рано елку. Ну, еще нет, ну, еще даже я... Даже ничего, ни о чем не думала. Я еще отдыхаю. В среднем рождении мне нужно отойти. А потом уже думать, что мы будем на Новый год делать. Что готовить будем? Я буду спрашивать, кто что хочет. Я всегда на Новый год готовлю то, что кто хочет съесть в новогоднюю ночь. Конечно, суши захочет съесть. Я ему суши возьму. Наташка, салат с грибами, это точно я знаю. Я не знаю, что я хочу. Еще надо до этого... А я мандарины и коньяк. Блин, губы согнут. Так что подумаем, чтобы у меня как раз фарши на этого... Представьте, ребят, сколько штучек, она крутила. У вареников, если этот, то у вареников много выйдет. Если всю картошку... Я, наверное, все не буду делать. Чуть так же сейчас делаю, чтобы сыночка покушал. Он завтра пожарил эти... Ну, как, чебуреки с картошкой. Вкусненькие. Я сейчас уже думала, блин, стать... Просто нажая чебуреком с картошкой, с этим... Мне не уже не лепить. Но все-таки нашла себе силу. Встала, пошла лепить. Думала, ничего снимать не буду. Села на кухню. Посидела, подумала. Думаю, ладно, все-таки снимаю. Какая-то болит тяжело. И хочется спать. Не могу я сегодня ночью спала вообще очень плохо. Каждый час почему-то просыпаюсь. Просыпаюсь, проснусь, на время посотрела. Угу. 6... 7... 8... 9... Ну, до 10 спала. Так вот, каждый час просыпалась. Все, думаю, что я не сплю. А я как спала? Ну, может, и не спала. Что-лишь? Так что... Вот такие его делаю. Все, осталось 4 пельмешка. Нет, мне не лептирую. Нет, мне парша еще хватает. Еще, наверное, накатываю, чтобы не сразу сделать их. А вот еще не те, кто не увидел. А если пошар вообще... Газал прям передо мной. Я не заметила его. Все царцы. А иногда перед носом лежит, и ты не видишь. Ну, бывает такое, особенно, знаете, бывает, когда ножницы ищут. Тут у меня ножницы, это самое такое. Частенько бывает, когда я начинаю искать ножницы, их нет. Я знаю, что вот я их туда положила. Их нет. Вообще, жесть. А потом ходишь, ходишь. Раз время прошло, идешь, они лежат. Сейчас я еще буду катать на вареники. Короче, накатая на три штучки. Покажу, сколько я их сделаю. Ну, немножко. Как раз сейчас быстренько мне водичку поставила. Сейчас быстро это варю. Вот, ребят, сколько она любила. Пельмечки, пельмечки. А, Паша, вот, кстати, вот кусочка спроса, маменький. Как раз я сейчас беру, сейчас три штучки. Залюблю. Теста много у меня, кстати. Завтра еще чуть-чуть. Тесто сделаю. Туговато это, туговато я чувствую. Туговато, но ничего страшного. Я в тот раз тоже переживала, что туговато я тесто сделала. Но такие вареники очень вкусные были. Зачем говорю, мам, что-то тесто берет. Что за тесто? Как обычно делаю, чтобы у меня, дочь, говорю, в этот раз у меня туговатое тесто было. Но получились все вареники вообще. Так же сейчас в этот раз тесто чуть-чуть туговатое. Я думаю, что не получится, офигенно. Так это, раз, два, три. На этот. Три пельмешка все я керево-спокупнее делать. Чтобы вареники сделать крупные. Скоро вареники налеплю и уходит. Вантерка там шклебет. Тепель в мешке я уже долепила. Три штучки накатала. О, да там у меня вареники фунт огромные, ребят. Обалдеть. Короче, сейчас я налюплю вареников. Больших. Штучек сделаю, хватит. Ой, мать, что-то не хочется умели пить маленькие. Не хочу. Ребят, накатала, короче, тесто. Сейчас покажу, какое огромное. Вот такие огромные. Я такие не делаю вареники вообще. Я делаю маленькие. Но сегодня у меня будут они большие. Борж, ну-ка. Вода сейчас уже закипит. И я быстренько их отварю. Я уже и проголодался. Там сметанка должна быть. Я люблю вареники со сметанкой. Сейчас выбирать надо или вареники есть, или перед ними. Чего из них. Вот это небольшие, я не могу. Огромные. Доча, смотри. Дашка, кстати, пришла. Я говорю, ты посмотри на мои вареники. На мои пельменьки сегодня. Сейчас сестренка увидит, обалдеть, скажет, ну что. Я скажу, мне тяжело, мне лень делать. Ну, а в чем это не вареники? Вкусные будут, ладно. Ну, только крупненькие. И все. Сама, сама люблю, сама себе усыкаюсь. Потому что они у меня такие большие. Нет, у сестеренки я тоже видео, она вот делала. Вареники тоже большие я налепила. А все, а то я столберу, потом что-нибудь с ним сделаю. Потому что я больше не буду, значит, хватит. Не хочу. Не хочу, я не хочу. Спать хочу. А уснуть не могу, понимаете? Вот целый день лежала. Не могу уснуть, не знаю, что ли. Что мне такое выпить, чтобы я поспала хорошенько? Просыпайся, рано и лежу. Чего лежать, пистерно? Нет, почему? Все, вот мои вареники, ребятки. Вот, пока и вот столько налепила. Ну и пельмешки. Сейчас вода закипела, буду кидать первые вареники, потом пельмешки. Так, все, вареники у меня закипели. В общем, вареников у меня вышло 29. А пельмешек я налепила 39. Короче, на десяточку больше. Вареники у меня готовы, ребятки. Приятного аппетита, кто будет кушать. Пельмешки вариться. Пельмешки мои закипели. Сейчас покипя чуть-чуть и выключу готовить. Цена, пошли кушать, ты хотел вареники. Так, здесь у пельмешки уже подспели. Вареники мы подъели. Там чуть-чуть осталось и пельмешки. Я сейчас еще съем пару штучек и все. И довольная. Продолжение следует...